Я устраиваюсь в такси. Сейчас поподробнее расскажу про устройство Яндекс.Такси, то тебя просто берут и сажают такси. Следы, говорящие о том, что автомобиль уже был в аварии. Вот. Да, алло. Александр, приедите в парк, сдайте машину, пожалуйста. Сдать машину? Да, конечно. Привет, друзья, меня зовут Саша Жучкин, и каждый из нас хоть раз пользовался услугами такси, и я не исключение. И поскольку в последнее время я снимаю видео про разные профессии, мне стало интересно узнать, а как же на самом деле устроена работа в такси. И в этом выпуске я устроюсь на работу в Яндекс.Такси для того, чтобы показать вам, на каких автомобилях на самом деле нас катают, сколько получают денег таксисты и как можно не платить за поездки. Меня зовут Александр Жучкин, вам приятного просмотра, не забывайте ставить лайк, а мы начинаем. Команда Яндекс.Такси, меня зовут Захар, оставляли заявку на подключение к сэпплюжу. Вам сейчас удобно разговаривать? Да, удобно. Скажите, пожалуйста, вы планируете еще в такси работать? Да, конечно, планирую. Зарегистрировать вас? Да, давайте зарегистрировать. Что для этого потребуется? Хорошо, скажите, в каком городе вы планируете работать? Обращаю ваше внимание на то, что после того, как я отключусь, вам поступит смс-сообщение с приглашением в таксопарк. То есть мне нужно будет туда поехать или что? Да, вы сначала созваниваете, договариваете еще встречу, и когда вам таксопарк скажет приехать, вы тогда приедете. Ну хорошо, хорошо. Звоню в таксопарк. Алло. Да, здравствуйте, я вот по поводу работы в такси звоню. Сегодня сможете на собеседование подъехать? Да, если можно в ближайшее время. Ну пожалуйста, до 4 часа я буду здесь, сейчас подъезжайте. Я устраиваться в такси. Устраиваться, я звонил. Да, проходи напротив, пожалуйста. Все, что вы заработали, мы с вами пополам поделили. С вашей части вы оплачиваете мойку и топливо. С нашей части мы оплачиваем комиссию. Знаете, что в Яндексе есть комиссия? Ну да, слышно. Нажно 24%. А аренда есть в двух видах. Дальше сильно голову не буду забивать, да, потому что перно особо не запомните. В общем, есть две расти. Есть 1400, есть 1900. То есть вы выходите, вы работаете. Да, 16 часов вы должны быть на еде, потому что с каждого заказа мы берем свою комиссию. Сколько от среднего получают таксисты? 2800. Минималку привозят где-то 7-8. Если вы 8 привозите, то где-то от 2,5 вам остается. Ну, в общем, ребят, завтра первый рабочий день. В этот же день будет инструктаж. Увидимся завтра. Буду работать в Яндекс.Такси. Итак, ребят, выдали мне папку. В этой папке документы на машину, ключи. Сейчас поподробнее расскажу про устройство Яндекс.Такси. Вообще наплевать, кто ты такой. Просто наплевать. Если у тебя есть права и паспорт, на самом деле еще, я думаю, что паспорт еще это такая тема необязательная, вот. То тебя просто берут и сажают такси. Плевать вообще, умеешь ты или водить. Меня не задавали никаких вопросов. Я не проходил никакой тест. Представляете, кто вас возит на экономе. То есть, по сути, я мог купить права, вообще не уметь нахрен водить и подумать, блин, а почему бы мне не поработать таксистом? Меня бы не проверили, посадили бы за тачку. И прикиньте, какой-нибудь человек, который совсем не умеет водить, повез бы меня или вас куда-нибудь отвозить. Это просто жесть. Сейчас вам покажу автомобиль, потому что, на самом деле, сначала мне показалось, что он достаточно чистый, он только что после мойки. Но вот так вот посмотрев, я сейчас вам просто покажу, на чем возят в эконом-классе. Это просто полный пизд. В общем, начинаем с того, что машина только что после мойки. Посмотрите. Ну, то есть, остались какие-то салфетки. Ну, коврики, может быть, еще чистые. Тут, конечно, все в песке. Ну, ладно, терпимо еще, хорошо. Дальше то, что меня больше всего удивило. Посмотрите, какие они дают автомобилям на эконом. Я просто охренел от этого. Автомобиль Nissan Almera. И, по всей видимости, в нем нету подушки безопасности. Посмотрите, видите, да, вот эти вот следы. Это следы, говорящие о том, что автомобиль уже был в аварии. И, скорее всего, у этого автомобиля стреляла подушка. Вы представляете? То есть, короче, водитель, это просто расходный материал, который, ну, в случае чего, ну, блядь, ну, извини, чувак, как бы тебя, по сути, и не было в нашей компании. Это жесть. И посмотрите, кстати, на руль. Он просто, я не знаю, как будто здесь пробег просто миллиардов. километров. Сзади, ну, сзади, понятное дело, что это эконом. И тут, конечно, никто не будет никогда убирать автомобиль нормально. То есть, здесь мы видим более-менее коврики чистые, потому что, что я взял, сполоснул какие-то наклейки, которые никто не хочет снимать. Грязный, просто адский грязный потолок. Я не знаю, что тут перевозили в этом автомобиле, но, как, я не знаю, просто такое ощущение, что они просто убирают внешний автомобиль. Обшивка салона, это просто хрень. Я не знаю, может быть, эта машина была в жестких авариях, я не знаю. В общем, вот. Это вот такие автомобили дают в эконом-классе. Я, конечно, все понимаю. Эконом-класс, дешево. Но, друзья, это же не означает, что ты должен ездить просто на помойке на какой-то. Резина вообще хрен пыть. Тунга, зодиак. Что я первый раз такую резину вижу? Ну, давайте скажем честно, она уже как бы уставшая, и на такой резине по-хорошему не стоит есть. Бампер уже дохлый, тут сколы, тут, тут все. Когда-то, когда-то здесь были противотуманки. Вот, видите. Сейчас дойдем до багажника еще. Ну, напомню, что автомобиль после мойки. Ну, как бы, сейчас будет мой первый заказ. На самом деле, я чувствую себя, как-то, я не знаю, непривычно. в обличии таксиста. Вот, для меня это первый такой опыт, и я не знаю, как я буду водить автомобиль на механике. Ну, что, я сел в машину, включил Яндекс.Таксомер, и, собственно, сейчас буду ждать свой первый заказ. Вот так выглядит приложение. Ну, я думаю, многие его видели. Вот, поэтому что ж тут. Просто ждем. Здравствуйте. До конца маршрута осталось 100 метров. Добрый шаг. Здрасте. Заехал на заправку, чтобы купить себе попить. И знаете, если раньше я как-то об этом не думал, то сейчас банка Рэдбула стоит столько же, сколько и выполнить порядка трех заказов, короче. И когда ты начинаешь это понимать, ты такой думаешь, блин, а может, не покупать себе такую дрянь? Да, алло. Александр, приедите в парк, сдайте машину, пожалуйста. Сдать машину? Да, конечно, если не работаете. Ребят, позвонил чувак, который следит за моими передвижениями. Я просто отдыхал. В смысле? Ну, прямом, чуть-чуть решил отдохнуть. Я тут постоял, наверное, не знаю, ну, может, минут 10. Нужно вернуть, да, приехать. Ну, если не работаете, ну, сдавайте машину, просто что-то. Давайте, не мучиться там, ни нам не мучиться, не смотреть, что там водитель происходит. Ну, вы все сами слышали, мне предложили вернуть машину назад, потому что я не двигаюсь с места. Ну, ладно, хорошо, сейчас приеду. До свидания. Работать в Яндекс.Такси должны, видимо, люди, которые просто должны пахать без остановки, то есть отдохнуть на этой работе по сути нельзя. Ребят, меня уволили в первый день работы Яндекс.Такси. Пожалуйста. Это знаете, как из песни Гуфа, это может показаться смешным или даже грустным. В общем, это самое быстрое увольнение с работы, которое я вообще видел и о котором я слышал. Просто спокойно я поставил две галочки, ни одного слова вообще не промолвили. Просто посмотрели, я расписался и ушел. Я вот что для себя сегодня понял. Работа в такси, это работа не для всех и уж точно не для меня. В такси работают люди, которые реально хотят жить и хотят выживать. К сожалению, я не смог в полной мере прямо ощутить работу в Яндекс.Такси, потому что я проработал полдня. Минусы, конечно, есть. Это, во-первых, то, что тебя могут очень быстро уволить. Потом это, ну, автомобили в состоянии тотал, так скажем, ну вот. И, как я слышал, там ребята рассказывали, да, то зарплата не такая, как обещают. Вот такое вот мое желтое рабство. В Яндекс.Такси его даже таким нельзя назвать. Пишите в комментариях, кем мне еще поработать, какие работы мне на себе еще проверить. С вами был Александр Жучкин. Не забывайте подписываться и ставить лайк. Что там Яндекс.Такси? Да вот, хочу поработать в Яндекс.Таксе. А, на их машине? Ну да, да, да. Ты посмотришь, ты, ты, это самое, если к людям нормально относился, то скоро ты не встанешь это делать. Потому что все халявщики, блядь, на Яндексе на этом. Редактор субтитров А.Семкин